господа и дамы здравствуйте сегодня у нас довольно объемная тема которая многим покажется сложной потому что физика и химия и все такое но не переживайте я постараюсь донести до вас то что такое радиация максимально простыми словами радиации слышали буквально все при первые упоминания в головах людей в сплотеке нам страшные картинки по типу чернобыльской аэс фукусимы и хиросимы настоящая глобальная катастрофа но на самом деле если откинуть вот эти инциденты то радиация вещь абсолютно бытовая просто в нашей обыденной жизни и и довольно мало концентрации незначительные поэтому как-то заметить или ощутить ее на себе невозможно ее не видно она не пахнет поэтому человечество практически всю свою историю жила с ней и бед не знала а познакомилась чисто случайно в 1896 году во франции вот это молодой человек по имени андрей делает эксперименты с фотопластинками и случается так то что одна из них засвечивается ну бывает там солнце резко вышло на струке камеры не успел сменить обыденное дело но вот в чем незадача в тот день когда он проводил эксперименты было пасмурно солнце было закрыто тучами откуда тогда засветка анри продолжил экспериментировать искать в чем может быть причина такого эффекта и обнаружил что засветка фотопластинок возникает каждый раз когда рядом с ними оказывается вещество имеющим составе соли урана откуда у него взялось такое вещество ну на самом деле для тех лет иметь что-то в чем составе был бы уран это вполне себе окей но об этом позже так вот засветка он провел ряд опытов и установил что она не исчезает даже если разделить пластинку и вещество светонепроницаемой бумагой ну натуральная магия какая-то но он человек умный и приходит к выводу что это вещество излучает какой-то невидимый поток который даже способен проходить сквозь препятствия фамилия нашего анри была беккере и спустя годы его фамилии назовут единицу измерения активности радиоактивного источника далее эстафета изучения данного явления подхватила мария складовская кюри которая обнаружила что не только уран может создавать такое излучение но еще и торий и два новых элемента которые они открыли вместе с супругом полоний и ради важно отметить то как именно с этими веществами тогда обращались люди они знали что вот от таких-то элементов идет какое-то невидимое излучение ну идет и идет будем изучать но о потенциальной опасности этого излучения и что самое главное о долговременных последствиях мало кто задумывался тот же беккере носил образцы урана прямо у себя в кармане и даже получил от него ожог кожи но в силу того то что люди еще ну реально не понимали с чем они имеют дело он не сразу взял это дело с радиацией а мария кири в ходе своих исследований часто держала пробирки с радиом голыми руками из-за чего в старости у него возникли очень серьезные проблемы со здоровьем а после смерти ее захоронение в парижском пантеоне было дополнительно зашито слоем свинца так что радиация это вообще не шутки одна единственная попавшая альфа-частица в организм человека может вызвать непоправимые последствия для него ведь касавшись внутри она начинает ионизировать все вокруг себя и в некоторых случаях запускает своеобразную цепную реакцию что ткани организма повреждаются на молекулярном уровне например разрывается цепочка днк а разрыв этой цепочки приводит гибелью клеток их мутации и образованию новых клеток но уже раковых это не означает то что вот сегодня вас альфа-частица залетела а завтра вы с норком стали нет все зависит от концентрации если она невелика то организм может с этим справиться у него есть механизмы восстановления однако если организм слаб или доза слишком велики то это непоправимые последствия в виде массовой гибели клеток но если даже организм исправляется то это не значит то что с вами будет хорошо все на долгой дистанции через годы будет повышенный риск возникновения рака однако не надо паниковать альфа-частиц это по сути ядро атома гелия это тот самый газ которым шарики надувают только не нужно его бояться он безопасен атом гелия и ядро атома гелия это не одно и то же ну так вот альфа-частица она по меркам микромира довольно здоровая ее проникающая способность невелика поверхность слой кожи ее просто не пропустит остановить альфа-частицу можно обычным листом бумаги тем не менее повторюсь это не значит что она не опасная еще как опасно ведь если вдохнуть такую частицу то как раз таки и произойдет то что я писал ранее именно поэтому когда вы видите какие-то там кадры с ликвидаторами чаяс что они там ходят и на них респираторе респиратор нужен лишь для того чтобы не вдохнуть случайно пыль на которую могли осесть альфа-частицы респиратор не защищает от радиации респиратор защищает от пыли потому что когда у вас такая огромная зона поражения то буквально любая пылинка в ней может быть смертельно опасно но как же так получается то что у людей которые все это изучали на заре атомной эры оставались ожоги что у них возникали какие-то серьезные проблемы со здоровьем если они просто находились долгое время рядом с источником радиоактивное излучение но ничего при этом не вдыхали а дело в том что радиация это не только альфа-частицы есть еще бета и гамма излучения обо всем по порядку бета излучения в отличие от альфа это намного меньшие частицы повторюсь альфа это целое ядро атомогелия а бета это всего лишь электрон ну или позитрон но не суть частицы в разы меньше а соответственно проникающая способность наоборот выше и вот именно она и может вызвать ожог на поверхности кожи а если мы говорим не только о коже но допустим еще и о глазах то бы это может вызвать радиационную катаракту что кстати и случилось с той же марии кюри но это не значит то что симптомы могут быть только на поверхности как я сказал проникающая способность выше и при долговременном контакте может быть все то же самое что и при попадании альфы но в первую очередь воздействию этого излучения подвержены органы которые наиболее эффективно его поглощают это щитовидная железа есть такой радиоактивный изотоп йод-131 он очень активно поглощается щитовидкой концентрируется там ну и далее по списку этот йод опасен и во время атомных инцидентов о нем вспоминают в первую очередь и в попытках защититься от него скупают в аптеках и весь йодистый калий его берут из-за того что он может перенасыть щитовидку это просто перестает быть воспринчиво к радиоактивному йоду только вот этот йод это всего лишь одна из малых составляющей настоящего атомного инцидента причем далеко не самое страшное видеть него хотя бы можно защититься до и период полу распада у него всего лишь 8 дней так что относительно быстро он просто перестает быть опасным а вот от всего остального так просто не спрячешься к слову об этом бета у нас более проникающие однако не вездесущие через окно она не пройдет лист металла какой-нибудь тоже довольно таки неплохо от нее защищает к сожалению правда есть и то от чего не защитит гамма лучи это самое сильное излучение по уровню проникающей способности она пробивает человека насквозь и не мудрено ведь в отличие от первых двух гамма это не частица это электромагнитное излучение волна и защититься от нее можно только толстым слоем свинца и бетона без этого источник будет до полного своего распада облучать все вокруг но помимо свинца и бетона от гаммы дед любого другого излучения можно защититься и другими способами самыми надежными и самыми правильными это время и расстояние нахождение человека что под гамма что под бета излучением но не продолжительное количество времени просто не успеет нанести существенного вреда организму могут быть негативные эффекты там виде тошноты и усталости и головных болей но это будет временное явление которое проходит в течение нескольких дней больше продолжительное воздействие может привести к острые лучевые болезни и тогда организм просто начинает отказывать и разрушается изнутри например красный костный мозг перестает производить достаточное количество клеток крови поражается центральная нервная система в общем это состояние когда ну все кранты нету лекарства от лучевой болезни можно только лишь облегчить ее симптомы и кстати говоря водка в этом не помогает выживаемость в первую очередь зависит от полученной дозы если человек находился просто недостаточно долго под воздействием чтобы схватить острую форму то тогда организм справится и восстановится сам собой к тому же есть методики которые могут в этом помочь а если доза была схвачена ну прям конкретное то тут уже просто ничего не поможет но лучшая защита это все таки не время а расстояние чем дальше вы будете от источника тем меньше вероятность того то что с вами что-то случится плохое но об этом все мы знаем вот сейчас но век назад люди были более на и открытие радиации довольно быстро стало известно в научном сообществе ученые начали активно изучать это явление следом за этим появились и первые мысли о применении радиоактивных веществ в медицине и вот это породило очень нездоровую реакцию там где ученые уже понимали что радиация не игрушкой с ней стоит быть осторожным обычные люди особенно те которые хотели на этом заработать стали придумывать и какие-то чудодейственные свойства как так вышло ну вот допустим ученые там что-то открыли хорошо в газетах сообщать что вот такое-то открытие но в газетах особенно конца 19 века вам как напишут хорошо если ученые нашли такую-то уникальную штуку предположительно ее излучение может помочь там то и там то исследования продолжаются но вероятнее всего это будет что-то ближе к найдено новое чудодейственное вещество мало кто подал бы такую новость как ученые обнаружили какую-то новую непонятную штуку которая непонятно чем фонит и непонятно как может казаться на здоровье короче не сдумайте трогать руками и сейчас с преподнесением новостей бывают всякие казусы ну а уж тогда-то и подавно и вот по аналогии с регеновскими лучами которые довольно быстро нашли применение в медицине люди начали придумывать и чудодейственные методы лечения основанные на ради и потом пошло-поехало в мире разразился натуральный радиевый бум радиоактивность помогает сохранить ясный ум бодрость и счастливое настроение в течение всей жизни это цитата из американского журнала клинической медицины 30-х годов считалось что пациенты которые пьют радиоактивную воду добивают снижение артериального давления уменьшается вязкость крови врачи полагали что радий расширяет сосуды его рекомендовали при диабете ревматизме и подагре в аптеках даже реально продавали ради для питья для ванн для компрессов и даже для подкожного впрыскивания а чтобы избавиться от бактерий в полости рта ради добавляли в зубную пасту это кажется сюрреализмом особенно когда мы сейчас знаем о том что это на самом деле но это действительно было до сих пор можно отыскать оптические приборы в которых использовалось тарированное стекло добавление тория делала его более прозрачным а это же прям вот то что нужно для оптических приборов а еще на основе того же радия делали краски которыми красили циферблаты часов приборные панели самолетов и автомобилей все потому что такая краска отлично светилась в темноте с такой краской связана одна очень трагическая история которая известна как радиевые девушки на заводе на котором наносилась такая краска работали сотни молодых девушек они красили эти циферблаты вручную тонкими кисточками довольно кропотливое занятие а как сделать кончик кисточки более острым облизать а это прямое попадание радио в организм им никто не объяснял что это опасно наоборот повсюду был культ что радиация это круто и даже полезно а это же молодые девушки и они работают со светящейся краской ну что они сделают правильно возьмут да ноготочки покрасят еще подругам покажут какие у них прикольные светящиеся ногти получились а потом как-то неожиданно у таких девушек которые там работали стали развиваться серьезные заболевания такие как микроз челюсти анемия и рак в 1925 году начались судебные разбирательства которые и придали истории огласку а закончилось тем то что наконец-то появились нормы для безопасности по работе с радиоактивными материалами а общество постепенно начало осознавать опасность радиации так что через вот такую вот трагедию но до людей конечном итоге начало доходить что же до нынешних времен то радиация была широко изучена ее опасность хорошо известна но эта опасность в обычной массе людей к сожалению по-прежнему остается на уровне к чё там где-то слышат там чернобыль мутанты всякое такое детали же люди до сих пор не понимают что это радиация это то что нельзя увидеть это нельзя почувствовать попав под ее излучение узнать о нем можно только лишь в том случае если вас будет специальный прибор ну кстати а можно и все-таки как-то увидеть радиацию саму радиацию нет но вот ее следы да есть такая штука которая называется камера вильсона это объем пространства заполнены перенасыщенным паром только пар этот спиртовой и вот если в него поместить предмет излучающий радиацию то если все сделано правильно в местах пролета альфа и бета частиц будут ионизироваться молекулы пара и оставлять треки этих самых частиц вот таким вот образом можно наглядно понять как радиация разлетается от радиоактивного источника но без специального оборудования и знаний увидеть это наглядно самому невозможно люди боятся того чего не видит особенно когда знают что это потенциально опасная штука и это вызывает надуманные опасения даже там где не место некоторые люди реально боятся атомных электростанций хотя на самом деле атомная энергетика одна из чистейших на всей планете пока электростанция работает пока все процессы на ней находятся под контролем выбросы на ней практически полностью исключены это закрытые контуры сквозь которые радиации не пройти и на самом деле радиация вещь абсолютно обыденная наш и самый главный источник висит у нас прям над головами это солнце и если на уровне земли атмосфера поглощает и снижает большую дозу излучения то во время полета на самолете облучение происходит более интенсивно но мы же за этого не боимся летать люди боящиеся летать боятся этого из-за другого да даже сам по себе человек тоже является источником радиации внутри нас содержатся естественные радиоактивные изотопы и это абсолютно нормально если средняя годовая доза которую поглотил организм человека не превышает 2 3 миллизивертов то беспокоиться не о чем поэтому радиация опасна безусловно но она опасна ровно настолько насколько опасна спичка которую вы зашли и держите в руках пока это маленький огонек вы можете использовать его во благо зажечь банально конфорку или скипятить чайник но если вы эту спичку уроните на ковер и она полыхнет то с таким просто не справиться вот так же и с радиацией пока ее немного она безопасна и даже нам необходимо но как только ее оказывается больше чем нужно она превращается в невидимую убийцу не бойтесь радиации бойтесь дураков которые могут ее выпустить надеюсь что вы теперь понимаете чуть больше об этом явлении и что вам интересно было изучить эту тему а еще я надеюсь что я смог достаточно просто вам ее изложить в общем спасибо большое за просмотр если вам понравился ролик то прямо сейчас уделите буквально секунду своего времени и поддержите его лайком это очень здорово поможет мне в развитии канала на этом на сегодня все с вами был гайп лосников пока